Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект Хайтек, в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня празднуем и вживляем. Четверть века в окнах. Совсем недавно в сети ходил мем с твитом Мака Лея Калкина, который сыграл в комедии «Один дома». Хотите почувствовать себя старым? Мне сорок. И вот время для компьютерной версии этого мема. На днях операционной системе Windows 95 исполнилось 25 лет. На днях операционной системе Windows 95 исполнилось 25 лет. Компания Microsoft отметила юбилей коротким видео, в котором показала изменения в самой распространенной операционке в мире. Можно увидеть трансформации оригинальной серой кнопки, меню пуск, значка корзины, а также полюбившихся пользователям приложения Paint, игры сапер и пасьянцев. Показанный процесс превращения логотипа Windows в виде флага в четыре синих квадрата. К слову, многие идеи, впервые появившиеся в 95-й винде, используются и сейчас. К примеру, стандарт Plug&Play, синхронизации данных между разными устройствами, стандартное размещение панели задачи внизу экрана, а также проводник, заменивший диспетчер файлов. На подкасте Windows Insider в честь юбилея было выпущено также специальное интервью с двумя разработчиками Windows 95, инженерами-программистами Реймондом Чаном и Крисом Гузаком. Они по-прежнему трудятся в Microsoft. Компьютерные чипы начали внедрять в мозг, правда пока подопытным животным. Компания Neuralink, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, сообщила об успешном опыте с вживлением в мозг свиньи чипа размером с монету. Neuralink основана Маском в 2016-м. Главная цель компании — создание технологии имплантации беспроводных интерфейсов мозг-компьютер в основном для лечения неврологических заболеваний вроде болезни Альцгеймера, деменции или травм спинного мозга. Есть и желание объединить человека и искусственный интеллект. Согласно данным LinkedIn, Neuralink получила финансирование в размере 158 миллионов долларов, из которых 100 миллионов поступило от Маска. В компании работает около сотни сотрудников. Во время презентации Neuralink в июле 2019-го Маск заявил, что компания стремится получить одобрение регулирующих органов на имплантацию своего устройства в ходе испытаний на людях к концу 2020-го. Также Маск, который часто предупреждает об опасности искусственного интеллекта, сообщил, что мозговые импланты обеспечат будущее преимущество человечества как цивилизации перед искусственным интеллектом. Диаметр чипа Neuralink примерно 8 миллиметров. С помощью сложного робота гибкие провода имплантируются в области мозга, отвечающие за моторные и сенсорные функции. При этом рецепент находится под местной анестезией. Сообщается, что устройство съемное, чип стимулирует нервы и области мозга для лечения разных болезней. Носить его можно десятки лет. Нейробиологи также провели испытания имплантатов мозга с участием людей, которые потеряли контроль над функциями тела из-за травм или неврологических состояний, таких как инсульты. Во время тестов они смогли управлять роботизированными конечностями или небольшими объектами, например, компьютерной клавиатурой и мышью. Корабль без капитана и без команды. Такое возможно. Более того, судно с дистанционным управлением уже вовсю бороздит Атлантический океан и проводит научные изыскания. 12-метровый корабль «Макс Лаймер» покинул Плимут на южном побережье Англии и отправился в 22-дневную миссию по изучению дна Срединно-Атлантического хребта. Команды на борту нет, судно управляется с помощью спутниковой связи. Корабль был спроектирован британской компанией «Си Кит», которая после успешных испытаний планирует выпускать по шесть таких судов в год. Иметь такую технологию и изучать то, что находится под водой — это удивительно. А возможность сделать это без экипажа — это делает мир более экологичным. К тому же нам не нужно рисковать жизнями моряков. Мы по-прежнему можем обеспечивать их работой, но на берегу. Наш проект показал, что это вполне возможно. Корабль без команды уже нанёс на карту более тысячи квадратных километров океанского дна. Собранные данные исследований помогут проекту Nippon Foundation Seabed 2030 создать карту дна мирового океана к концу десятилетия.